привет привет доброе прекрасное тихоокеанско-побережническое утро с вами таня генерал канал субъективно об америке специальный выпуск с другой стороны америки с восточного побережья западного побережья город монтерей 100 милях от сан-франциско прекрасный невероятный город известен тем что здесь находится консервная фабрика теперь я уж конечно нет но исторически так сложилось так как город находится на океане видите вот там океан город находится на океане соответственно эта консервная фабрика перерабатывала скумбрию и стейнбек написал именно об этом месте об этом городе свою книгу консервная фабрика или еще его переводят как консервный ряд город невероятно прекрасные видео кусочки видео отсюда с нашего вечернего променада будут в общем в общем видео о поездке в сан-франциско сейчас я хотела вам показать немножечко изнутри традиционный придорожный мотель то что здесь называют грязный мотель несмотря на то что качество и все остальное оставлять желать лучшего цены за небесные просто за ним поднебесные потому что место очень популярная сюда приезжают со всей калифорнии даже как вот видите не только из калифорнии на выходные туристическое место поэтому цены очень высокие даже на такой вот мотель последний момент вчера мне удалось схватить комнату последнюю за 200 долларов дорого ну что предыдущую ночь мы ночевали в хилтоне под сан-франциско хилтоне за 170 но это конечно же небо и земля отель организован вот по такому принципу как вы видите вот эти двухэтажные здания выхода из номеров прямо на веранду внизу же у каждого парковка вот там в отдельном строении типа спортивный зал это офис за офисом крошечная столовая где они подают завтраки завтрак традиционный как они его называют континентальный то есть кофе всякие булочки оладьи и вафли помещение очень маленькая для завтрака я поэтому даже не пойду туда не буду там ничего снимать а сейчас просто покажу вам комнату изнутри чтобы имели представление какие они грязные американские мотыли так вход прямо с веранды тут был наш номер заходим на полу традиционно какое-то покрытие но это вы уже на ли поняли в америке везде упс кто-то не убрал кровать номер заявлен как две кровати queen size то есть в принципе здесь может поместиться например две семьи при большом желании или семья с двумя детьми которые согласятся спать на одной кровати или вы видите кровати большие может даже компания из шести человек при большом желании здесь поместиться такая маленькая комната традиционный набор всех принадлежностей телевизор письменные принадлежности ну кондиционер само собой здесь он не очень актуален в этом климате лампа все дела также естественно в состав всего предлагаемого в номере входит микроволновка холодильник это их привычка делать раковину вне туалета мне очень интересно наверно раньше раковин номере не было потом они их приделали дополнительно к туалету в гостиницах такого плана есть все что необходимо практически для проживания и кто проснулся и не проснулся тот я то есть и гладильная доска и утюг и всякие мешки для грязного белья и вешалки и сушилки для трусов и носков то есть видимо предполагается что люди могут здесь останавливаться и надолго также традиционный набор вода и до кофе полотенца фен все что ну и и ванная понятное дело ванная на и в африке ванны так вот все вот так вот как-то такой вот номер жаловаться не на что у меня была принципиально чистая кровать чистая удобная кровать и чтобы не накурено потому что в таких отелях есть особенность что за тем чтобы не курили следят мало и плохо и поэтому конечно злоупотребляют некоторые постояльцы и сами знаете что вы вывести запах сигарет практически потом уже невозможно да шумно да стены тонкие да когда люди ходили сегодня с утра все же в разном режиме разъезжаются когда люди ходили с утра сегодня по вот этой веранде спать было уже трудно но но благодаря тому что мы доехали до монтерея вчера уже довольно поздно и решили не ехать в лос-анджелес обратно остановиться здесь мы провели прекрасный вечер просто потрясающий вечер она того стоит остановиться переночевать а не переться по всей ночи в машине раньше мы наверно так и сделали в россии мы так и путешествовали едешь до последнего пока уже не упадешь а мы что-то решили вчера уже в американском стиле не ждать когда упадешь остановиться передохнуть такой вот мотель best western не сказать чтобы рекомендую но честно говоря для такого туристического места и для суббота вечера наверно это нормальная цена бассейн не знаю не пробовала здесь холодно меня на сегодня все вопрос дня расскажите о вашем самом ужасном опыте самом ужасном отеле или когда вы заплатили очень много результат оказался не очень хорошего вам не понравилось название отеля можно ссылку можно просто описание в какой стране что было ужасного самые страшные подробности пока